Сирах, глава 23. Господи, отче и Божьей жизни моей, не дай мне возношения очей и вожделения отврати от меня. Пожелания чрева и сладострасти да не овладеют мной, не предай меня бесстыдной душе. Высушите, дети, наставления для уст, соблюдающие его, не будет уловлен своими устами. Уловлен будет ими грешник, изнаречивый и надменный приткнуться через них. Не приучай уст твоих к клятве и не обращай в привычку употреблять в клятве имя святого, ибо как раб, постоянно подвергающийся наказанию, не избавляется от ран, так и клянущийся непрестанно именем святого не очистится от греха. Человек, часто клянущийся, исполнится беззаконие и не отступит от дома его бич. Если он согрешит, грех его на нем. И если он вознеродел, то сугубо согрешит. Если он клялся напрасно, то не оправдается. И дом его наполнится несчастьями. Есть речь, облеченная смертью, да не найдется она в наследии Иакова. Ибо от благочестивых все это будет удалено, и они не запутаются в грехах. Не приучай в твоих уст грубой невежливости, ибо при ней бывают греховные слова. Помни об отце и о матери твоей, когда сидишь среди вельмож, чтобы тебе не забыться пред ними и по привычке не сделать глупости и не пожелать, что лучше бы не родился и не проклясть дня рождения твоего. Человек, привыкающий к вранным словам, во все дни свои не научится. Два качества умножает грехи, а третья навлекает гнев. Душа, горящая, как пылающий огонь, не угаснет, пока не истощится. Человек, блудодействующий в теле плоти своей, не перестанет, пока не прогорит огонь. Блуднику сладок всякий хлеб, он не перестанет, доколе не умрет. Человек, который согрешает против своего ложа, говорит в душе своей, кто видит меня. Вокруг меня тьма, и стены закрывают меня, и никто не видит меня, чего мне бояться. Всевышний не вспоминет грехов моих. Страх его только глаза человеческие. И не знает он того, что очи Господа в десять тысяч крат светлее солнца. Не взирает на все пути человеческие и проникает в места сокровенные. Ему известно было все прежде, нежели сотворено было, равно как и до совершения. По совершению. Такой человек будет наказан на улицах города и будут застегнут там, где не думал. Так и жена, оставившая мужа и произведшая наследника чужого. Ибо, во-первых, она не покорилась закону Всевышнего, во-вторых, согрешила против своего мужа. И, в-третьих, в блуде прелюбодействовала и произвела детей от чужого мужа. Она будет выведена на предсобрание, и о детях ее будет исследование. Дети ее не укоренятся, и ветви ее не дадут плода. Она оставит память о себе на проклятие, и позор ее не изгладится. Оставшаяся познает, что нет ничего лучше страха Господня, и нет ничего сладостнее, как внимать заповедям Господним. Великая слава следовать Господу, а быть тебе принятым от Него долгоденствие.